Оперативное совещание началось с поздравлений учителей с их профессиональным праздником, именинников и особо отличившихся работников. Так, грамотой президента был награжден председатель общественной палаты Григорий Авдеев за активную жизненную позицию и помощь нуждающимся в период самоизоляции. Продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю было выявлено 229 новых случаев. Сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети ВРКБ Елена Зинатулина. Мы отмечаем рост увеличения коронавирусной инфекции среди детского населения. У нас 6 школ, где подтвержден диагноз у детей COVID и 4 детских сайта по району. Причем в некоторых школах по несколько классов. В связи с ростом заболеваемости больницы ВРКБ 6 октября вновь перепрофилируются под лечение больных COVID-19. Стационарное лечение по терапии, неврологии и кардиологии будет осуществляться в Молуковском стационаре. По хирургии и офтальмологии в Расторгуеве. И на этой неделе мы очень активно сейчас занимаемся, чтобы организовать травматологическую круглосуточную помощь. Потому что жители очень много обращений по поводу этого. Будем организовать на базе амбулатории Ботово-парк. Глава округа сообщил о кадровых изменениях в администрации. С сегодняшнего дня я представляю исполняющего обязанность начальника управления образованием Киселева Наталья Николаевна. Обсудили также и проблемные точки округа. Представитель управляющей компанией ЖК «Май» пожаловалась на регулярные отключения электроснабжения. А в ночь на понедельник перестала работать КНС, обслуживающий деревню Горки и ЖК «Май». Среднюю ночью на КНС деревни Горки произошло хищение питающего кабеля на КНС. То есть КНС остановилось, мы оперативно сейчас проводим мероприятие. Проблемы с очистными сооружениями есть и в ЖК «Новомолоково» и пригороде «Лесное». Также многие жители жалуются на необоснованные пункты в квитанциях от МОС «Обл ЕИРЦ». А пришедшие в их офис на школьную 84А разобраться в ситуации сталкиваются с огромными очередями. Все остальные проблемные вопросы глава округа Алексей Спаски также пообещал взять под личный контроль.